В средние века никакие инновации не могли стать массовыми. В конце концов, можно вспомнить, что паровая машина лата была на самом деле изобретена не латом. Для него было как минимум два изобретателя. Один был в далекой древности, Герон Александрийский, он придумал подобную машину в первом веке нашей эры. И Ползунов наш изобретатель, который изобрел то же самое за несколько десятилетий до лата. Но только у нас эта машина оказалась ни к чему. Потому что для того, чтобы эта машина обогатила всех, важно, чтобы общество было коммерческим, а не иерархическим. Не статусным, а обществом, где каждый человек может добиться успеха, в том числе финансового, даже если он не имеет благородного происхождения. Что такое общество статусное? Если ты разделся представителем аристократии, то ты и будешь жить хорошо. Если ты и представитель низших классов, ну, ты и должен там прозябать. Быть богаче, чем высшие классы, могут в лучшем случае хитрые дельцы. Но не обычные люди, которые изобретают что-то. Поэтому все это оказалось невостребованным в другие периоды времени, в других регионах. А в Англии это оказалось востребовано. Промышленная революция обогатила эту страну, а потом сам принцип массового производства и массового сбыта стал распространяться по всему миру. В том числе, придя в Россию. Все те изобретения, которые мы сейчас имеем, они идут от событий 18 века. Это не только паровая машина Джеймса Латта. Это и поезд, и пароход, и другие элементы, которые сделали наш мир единым. Но то, что предшествовало этим изменениям, это, конечно же, система монополий. Вот, в частности, мы можем насчитать несколько тысяч монополий, которые были в Англии в 1621 году. 7 тысяч, насчитывает английский историк Кристофер Хилл. Мы сейчас не будем все перечислять, но, в общем-то, монополий было на все. На масло, на смородину, на селедку, на лосося, на омаров. Все отрасли были монополизированы. И это соответствовало логике меркантилизма. Для того, чтобы общество было богатым, нужно иметь активный торговый баланс, экспортировать больше, чем импортировать, иметь монополии, которые будут давать максимальный налог на прибыль в казну. Соответственно, если такое количество монополий существует, эффективность экономики оказывается очень и очень низкой. Но, как вы понимаете, цеховская система, выстроенная в тот период времени в Англии, она не могла быть разрушена неким изобретателем. Потому что, если бы он появился, ему было бы просто не забровать. Как относились люди к инновациям в тот период времени? В частности, Елизавета Тюдора, когда к ней пришел известный предприниматель, Мастер Ли, и попытался предложить ей инновацию, она сказала, что не подпишет патент, потому что это опасно для Англии. Вы замахиваете слишком высоко Астер Ли, подумайте, что это может означать для моих бедных подданных. Он тоже был англичанин. Это наверняка ударит по ним, так как лишит их работы и сделает нищими. То есть, иначе говоря, Елизавета Тюдор, с которой иногда отчитывают модернизацию, также относилась к изобретателям, как к людям, которые расшатывают устои. Франц Иосиф в Германии говорил о том, что железные дороги развивать опасно. Нет, нет, я не буду этого делать, ведь по этой дороге в страну может приехать революция. Канклин говорил по поводу железных дорог следующее. Это не всегда следствие естественной необходимости, а чаще предмет искусственных нужд и роскоши. Они побуждают к ненужным перемещениям с места на место, весьма характерным для нашего времени. Было даже такое убеждение, что благодаря железным дорогам, с их постоянной тряской, человек будет медленно сходить с ума, потому что это медленные сотрясения мозга. Человек едет на поезде, он трясется. Соответственно, через какой-то промежуток времени европейская цивилизация погибнет под влиянием таких негативных медленных факторов разрушения. То есть, инновации вызывали опасения, нужно было защититься от них. В Англии защищалось от инноваций различного рода статутами. Я сейчас не буду всех перечислять. Это касалось и ограничений на импорт мясной продукции из других стран. Это законы об ученичестве, монополия на внешней торговле и так далее. Тем не менее, в какой-то момент времени все-таки Англия стала меняться и признавать право собственности. Вот обратите внимание на слова Джеймса Латта, которого считают до сих пор одним из величайших ученых. И это человек, который оказался при этом коммерчески успешным. Посмотрите, что он пишет о своем изобретении, о паровой машине с точки зрения своих коммерческих интересов. Это письмо скорее не ученого, который делится своими ощущениями и вдохновением, а скорее человека, который радуется финансовому успеху, возможно. Дорогой отец, несмотря на разнообразное и жесткое сопротивление, я наконец добился от парламента закрепления за мной и моими наследниками право собственности на мою новую огненную машину, так паровую машину он называл, по всей Великобритании и на ее плантациях на ближайшие 25 лет. Что, я надеюсь, сулит небольшие выгоды, ведь значительный спрос на нее уже есть. То есть, благодаря тому, что право собственности в Англии в тот период заявления защищено, есть смысл что-то изобретать. Потому что то, что ты изобретешь и сможешь продать, обогатит тебя. Ну и Джеймс Иланд, как вы видите, оказывается человеком вполне прагматичным. Продолжение следует...